Участие российской стороны, российского генштаба, это было определено еще в Минске монорандумы, что представители украинского и российского генштаба будут отвечать, во-первых, за определение линии разграничения и вот той зоны безопасности, 15-километровой, от ввода тяжелых вооружений. То есть это решается вот именно на уровне генштабов. И по факту получается так, что Россия как бы является стороной конфликта. И вот этот момент, он почему-то мало используется нашим внешнеполитическим ведомствам для того, чтобы, в общем-то, и другие государства признали Россию стороной конфликта. И тогда бы не возникало вопросов по реформированию Совета Безопасности ООН, где Россия пользуется правом вето. Поскольку в статье 27 этого устава записано, что страна-участница должна воздерживаться от голосования. То есть никакого вето не получается тогда. И это необходимо использовать, на этом необходимо делать акцент, я считаю. Насколько, скажем так, я бы не сказал про правдивые, скажем, переговоры о перемирии, а к чему они приведут. Вы понимаете, в чем проблема? Что вот эта ситуация, она развивается, так сказать, вот такими мелкими шажками. И зависит от многих факторов. Она зависит от, скажем, внешнеполитического фактора. Она зависит от внешнеэкономического фактора. То есть когда будет перейден вот тот болевой порог, за которым Россия скажет, что да, я заигралась, пора все дело завязывать и переходить, на самом деле, к регулированию этого конфликта, вернее, к выходу из этого конфликта. Это зависит от состояния российского общества, от уровня протестного потенциала у него, который пока еще себя не очень сильно проявляет, но начинает проявлять. Это можно судить из, скажем, материалов оппозиционных СМИ российских. Это зависит от состояния нашей обороны. То есть насколько серьезно выстроена наша система обороны. Насколько, скажем так, она... Дело в том, что насколько сильна система обороны, это обратный эффект, это количество гробов, которые идут в Россию. И насколько, скажем так, серьезны вот те резервы, которые может привлечь Путин для продолжения вот этой агрессивной политики. Они не бесконечны. И понимаете, вот эти вот мирные переговоры, это, скажем, какой-то промежуточный шаг, какой-то пазлик во всей вот этой ситуации, который для меня пока еще, ну, скажем так, в общий картин не лег. То есть я пока вот четко и однозначно не могу сказать, что к чему это проведет. То есть необходимы какие-то еще шаги. Будет ли наступление вот на тех, скажем так, опасных направлениях, где срабатывать здесь силы. Насколько мы сумеем сосредоточить на этих направлениях, скажем, свои войска. Насколько будет продолжаться вот эта политика по дестабилизации ситуации в других регионах, в частности в Харькове. Вот все это должно быть, как пазлик или еще одну картину, и ее дать. Но пока вот она у меня не складывается, что это такое будет.